МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В Израиле 22 часа. В эфире специальный выпуск информационной программы в студии Евгения Эрнест. Примерно в 20.15 палестинские боевики осуществили ракетный пуск в направлении населенных пунктов центра страны. Батареи системы ПРО «Железный купол» сбили 4 ракеты в небе над Гужданом. Обломки одного из снарядов упали во дворе жилого дома в израильском поселке. Никто не пострадал. На протяжении всего дня палестинские террористы вели непрерывные обстрелы израильской территории. В ответ на ракетные и минометные залпы ВВС армии обороны Израиля наносят удары по целям в секторе газа. Палестинские СМИ сообщают, что после одного из авианалетов 14-этажный дом обрушился в западной части города Газа. По данным военной разведки, в здании располагался один из оперативных штабов Хамаса. Кроме того, атакам в секторе газа сегодня подверглись несколько десятков объектов, в том числе мечети и жилые дома. Они использовались как командные пункты и склады оружия. О том, что происходит сейчас на границе с сектором и в целом о ситуации на данную минуту попытаемся выяснить у нашего военного корреспондента Андрея Кожаного. Андрей, снова здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Евгений. Около получаса назад на севере сектора газа была проведена точечная ликвидация одного из полевых командиров по имени Абу Али Мустафа Аббас. Этот человек был уничтожен. Надеюсь, у вас есть уже кадры с места событий. После этого палестинцы заявили, что последний обстрел территории Израиля, местного совета и школе, это как раз реакция на ту самую точечную ликвидацию. То, что происходило сегодня, в основном обстрел более 100 ракет и минометных снарядов. В основном минометных снарядов было выпущено по территории Израиля. Был причинен ущерб достаточно немалым различным зданиям и складам и сельскохозяйственным постройкам здесь на границе, в Кибуцах на границе с сектором. Однако пострадавших, к счастью, нет. Сегодня также здесь побывал с визитом министр обороны Муше Буги Ялон вместе с начальником генерального штаба. Они призвали жителей местных запастись терпением. И Ялон сказал достаточно интересную фразу, что мы пытаемся вести маневры таким образом, чтобы привести к как можно большему периоду тишины. И добавил, что Хамас заинтересован в перемирии больше, чем в нем заинтересован Израиль. И давайте послушаем, что сказал сам Ялон. Мы не прекратим операцию «Несокрушимая скала» до тех пор, пока не обеспечим тишину и безопасность на максимально долгое время. Как, конечно, населенным пунктам округ сектора Газы, так и всему югу нашей страны. Ялон также добавил, что если Хамас попытается вести войну на истощение, то его силы истощатся гораздо раньше, чем силы Израиля. Евгения. Спасибо, Андрей. Террористы продолжают использовать школы и больницы как прикрытие для пусковых установок и минометов. Четырехлетний Даниэль Трагерман, погибший накануне в результате минометного обстрела, был убит снарядом, выпущенным из здания школы. Похороны погибшего мальчика состоятся завтра на кладбище одного из поселков регионального совета Эшколь. Премьер-министр Биамин Нетаньяу провел телефонную беседу с генеральным секретарем ООН Пан Гимуном. В разговоре глава израильского правительства заявил, что ответственность за нынешнее обострение ситуации целиком и полностью лежит на группировке Хамас. Нетаньяу отметил, что именно действия боевиков спровоцировали ответные удары израильской армии. Цитирую. Террористы, прикрываясь гражданским населением сектора Газа, атакуют наши города ракетами. Их цель – массовое убийство мирных израильтян. Это двойное военное преступление, отметил премьер. Совет безопасности ООН продолжает обсуждать проект резолюции о прекращении огня между Израилем и палестинскими вооруженными группировками. Тем временем МИД Египта обратился к руководству Израиля, Хамаса и других палестинских группировок, действующих в Газе, и призвал прекратить огонь и вернуться к переговорам при посредничестве Каира. Из лагеря палестинских беженцев Шуафат по столичному жилому массиву Пизгадзеев сегодня была открыта стрельба. Ответным огнем бойцов пограничной охраны Магав тяжело ранен 20-летний палестинец, подозреваемый в обстреле. Машина палестинской скорой помощи доставила его в Иерусалимскую больницу Адаса-Энкэр. Израильское спецподразделение было переброшено в Пизгадзеев в связи с тем, что накануне жилые дома района были обстрелены из автомата из расположенного неподалеку лагеря беженцев. И в заключении немного о погоде. Завтра в Израиле будет по-прежнему жарко. Температура воздуха немного повысится. Пока все. Новая информация на нашем сайте 9tv.co.il. До встречи в начале следующего часа.